25 февраля глава Водкинска вновь встретился с жителями города в детской школе искусств номер 2. Одними из актуальных вопросов вновь стали темы ЖКХ. Большинство вопросов, так же как и на прошлой встрече, касались уборки снега. Вы понимаете, 70% теплотрассы, значит, оттапливают у нас на воду. Ну, а вы что? А я спрашиваю, значит, кстати, в отделе у вас же там был, значит, у одного молодого человека там спрашивал, он говорит, да слушай, вы же не платите за это. А кто платит? Господь Бог что ли платит? Извините, это вот управляющая компания какая-то, кто сам платите еще кто-то, должен платить. И поэтому вот и стоит столько у нас, это дорого. Если так же мы сравним с Глазовым, да, в Глазовом они дешевле платят. Мы сегодня, мы и Глазов имеем самые низкие тарифы на тепло. Самые низкие. Глазово ниже. Значит, это временно, вот следующий платеж, может быть, это будет даже уже к лету, они будут платить больше, чем мы. Почему у нас сегодня цена общая в платежке выше, чем в других городах? Потому что мы с вами платим по факту, по счетчику. У нас в декабре много, потому что в июне мало. У нас в январе много, потому что в июле мало. Если мы сделаем одну двенадцатую по общей, мы запутаемся окончательно. Пожилые люди обеспокоены еще одним вопросом. Скоро наступит весна, и все пенсионеры поедут в сады. Но у нас в городе отсутствует льготный проезд до садов, расположенных за чертой города. Вопросы также коснулись сферы медицинских услуг. Пенсионеры волнуют вопрос, почему в нашем городе негде поставить капельницы бесплатно. Я вот в городской больнице, я капельницы ставлю каждый год. У нас капельницы ставятся только в Сталинице. С этого года уже не ставятся в здании терапии. Там был пятый этаж, теперь уже у них акцензии нет, они не ставят. И нас всех посылают, извините, ставить капельницы платно. Личный доктор, ремедиум. Вы знаете, капельницу поставят почти 300 рублей. У нас выделена земля, у нас есть земельный участок, у нас есть проект, который сегодня, в общем-то, мы настаиваем, чтобы через Минздрав провели его корректировку. И где-то на 20-21, может быть, год выйти со строительством новой поликлиники, которая бы предусмотрела все эти вещи. Планы на будущее, конечно, грандиозные. Но что делать пенсионерам сейчас? Пожилые люди и так выживают на мизерную пенсию. А тут еще и платные медицинские услуги. Жители улицы Верхняя были обеспокоены вопросом проезжей части, проходящей через их дома. У нас сейчас целый обряд, потому что все машины со второй, все в центр едут через наш двор. Мы детей не можем выпустить, нам не погулять. Теперь у нас двор хоть и почищенный, но у нас хорошая площадка стоит, это самое. И даже вот эти все машины, которые заехали, они у нас уже скоро сломаются нашу пешеводную дорожку, которую мы уже сами сделали. Знаки-то мы какие сами поставим? Мы сегодня поставим один знак, потому что у нас тут дети, что она сама по себе жилая зона предполагает. Вот, ну, мы не разрешили. Вот, ну и смотрите, вот мы поставили на Робеспьера знак, кирпич, въезд запрещен. Следующий вопрос мне задают, а где милиционер, который должен стоять за этим знаком? Ну, нам хоть что встать, если мы не будем соблюдать порядок, так и будет. Была затронута проблема благоустройства Южного кладбища. Также вопросы снова коснулись твердых коммунальных отходов. Вопросы, касающиеся этой темы, звучат на каждой встрече. Горожане приходят на встречи со своими вопросами и проблемами для того, чтобы услышать четкий ответ на поставленный вопрос. Но в большинстве вопросов получают размытый ответ и никакой конкретики. Виктория Матанцева, Валерий Колдомов, Воткинске.